Всех приветствую! Новое видео по продукции ATEC. Компания ATEC развивается, придумывает новые модели, новые технологии. Появилась у них новая модель, которая не была в буклетах, но ее следовало ожидать. Итак, по порядку. Не так давно у них появилась линейка PRO. Буклетик сейчас покажу для наглядности, то есть ATEC PRO серия. В нее включается три модельных ряда. Это AR, PRS и Marksman. Что из себя они представляют? Все модели цельностальные, то есть можно сказать, что это у нас Норвегии сделали конкурентом, финном X-Ultra. Итак, линейка AR. Это компактные банки разного диаметра. Есть AR-40-4, 4 означает 4 секции, 40 означает диаметр. AR-43, 3 секции, 40 диаметр. И AR-34, диаметр 30, 4 секции. Номенклатура калибров это 5,56 и 7,62. А тридцатая модель только в калибре 5,56. Номенклатура резьб. Все резьбы и дюймовые, и метрические. Банки различаются соответственно размерами, весом и диаметром. Вес тридцатой всего больше 245 грамм, при том, что это цельностальная банка. Вот. А 40-ая 355 и 475. То есть они, соответственно, получились в них легче, чем из Ультра. Но вот особенность тридцатой модели в том, что она помещается в большинство цевей. Здесь можно взять арку, например, с каким-то коротким стволом. Десятым. На нее там 16-ое цевье. Чтобы она укладывалась в наши нормативы по закону 8 сантиметров. И внутрь цевья закрутить такую банку. Получится очень интересный комплекс. Далее. Следующая модель это ПРС. ПРС тоже цельностальная банка. Есть несколько вариантов. ПРС-2, ПРС-3. отличается количеством секций. У обоих моделей на конце сразу установлен ДТК. То есть банка сразу синтегрирована ДТК жабрами. То, что мы на H2, H2M, отдельно эти жабры докупали, добавляли. Здесь они сразу стоят на банке. И конструкция данная неразборная, несъемная банка. Цельностальная. ПРС накручивается сразу на резьбу карабина. То есть без всяких ДТК, без всего поверх резьбы. То же самое, как аэролинейка. И следующая модель Марксман. Марксман у нас отличается от всех предыдущих банок тем, что он накручивается не на резьбу, а поверх фирменного ДТК. Вот такого. То есть сначала на карабин устанавливается ДТК на вот такой гайке. И дальше прессонируется ДТК и контрится ответной шайбой контрящей в нужном нам положении. Вот. И ДТК остается на постоянном. На карабине уже при установке банки мы его не дергаем, не меняем его настройки. Положение, соответственно, у нас не меняется. Точка прицеливания не уходит никуда. Ну и собственно вроде как по буклету на этом у нас линейка закончилась. То есть ничего следующее не предполагает. Но не так давно сделали продолжение линейки Марксман. Марксман доработали и добавили к Марксману жабры от ПРС. То есть видим, да, ПРС и Марксман. Соответственно, получили изделие, которое условно содержит в себе два ДТК. То есть первый ДТК у нас на стволе, на который мы по-быстрой резьбе наворачивая Марксман фиксируем, да. И, соответственно, второй джаберный ДТК у нас находится на банке. Соответственно, этот ДТК очень хорошо как гасит отдачу, также увеличивает подброс. Но по поводу подброса уже очень много опытов от наших спортсменов, стрелков, охотников по модели ПРС и по модели H2 и H2-мега с жабрами. То есть данная конструкция подтвердила, что это, ну, не просто красиво, эстетично и так далее, но и на самом деле это функционально и оно работает. То есть вот эти внешние жабры очень хорошо убирают дополнительно, помимо того, что убирают банка, убирают отдачу и убирают подброс винтовки. То есть это позволяет нам видеть, куда мы попали и сделать корректировку для следующего выстрела. Особенно при стрельбе на дальней дистанции поможет учесть ветер, учесть какие-то ошибки по поводу поправок и сделать следующий выстрел более точный, не пропустив попадание в край мишени, где-то рядом с мишенью по грунту там и так далее. Ну, то есть изделие получилось высокотехнологичное, на мой взгляд уникальное на рынке, то есть никто такого не делает. И, соответственно, у нас полная новинка. Сейчас мы сравним с Ace Ultra. Вот у нас SL7, самая ходовая банка, ценно-стальная. Вот, то есть видим, что по длине первой ступени Марксман чуть-чуть выигрывает. Марксман ПРС. То есть у него объем чуть больше, чем у Ace Ultra. Ну, наверное, объективно будет сравнивать вот так. То есть примерно на сантиметр объем в банке больше. При этом еще у нас есть жабры, которые дополнительно уберут отдачу и подброс. Также SL7 можно сравнить с ПРС. Ну, ПРС примерно одинаковый по объему. Здесь немножко у нас заужен первая ступень. По объему они у нас похожи. Первая секция, ну, плюс-минус, наверное, на ПРС чуть больше первой секции банки. Теперь берем SL9. Как видим, SL9 по размеру у нас примерно как весь Марксман. То есть чуть-чуть, ну, разница ничтожна. То есть по объему банки примерно одинаковые SL9 и Марксман. То есть как я изначально, когда вот эта линейка появилась, говорил то, что Марксман это прямой конкурент Ace Ultra. Но который дополнительно дает возможность устанавливать его на поверх ДТК. SL9 тоже можно установить поверх ДТК таким же образом. То есть вот два конкурента. Один диаметр. Сравним единственный вес их. Соответственно, с ПРСом, если сравнивать, то SL9 у нас больше на ступень ребер. То есть, наверное, можно заявить, что обычный Марксман, он у нас примерно как SL9 по параметрам. Вот. Марксман ПРС. По степени глушения звука можно будет примерно сравнить с SL7. Вот. Плюс у него есть еще жаберная часть. Вот. То же самое и ПРС. Короткий ПРС. ПРС2. Соответственно, у него на одну секцию меньше. Он, наверное, будет сравнимый там с SL6. По объему. Вот. Плюс жабры. Вот. А по размеру с жабрами он будет как SL7. То есть очень компактное решение. Цель на стальное. Которое одновременно уберет и звук до комфортного уровня стрельбы без наушников. И уберет отдачу. ПРС2 я заказал. Жду первую партию. должны были приехать. Сейчас сделаем сравнение по весу. Итак. Взвесим сначала новинку. Марксман ПРС. 584 грамма. Это примерно на 100 грамм тяжелее, чем SL7. Ну, как раз, наверное, на секцию с жабрами. Максимум обычный. 547 грамм. Чуть-чуть легче, чем жабрный вариант. ПРС660 грамм. Разница возникает за счет первой ступени и жабры, во-первых, тяжелее, во-вторых, резьбовой блок. То есть здесь мы взвешивали нашу марксману без ДТК. 547 грамм. То есть ДТК получается 723 грамма. Ну, и с ультра, если на нее добавить горлок и ДТК, то получим примерно те же параметры по весу. Так, это у нас Марксман 338. Сравним за то. 338 грамм весит 100 грамм. Итак, 338 SL9. SL9 облегченная. 723 грамма. То есть получается, что 338 марксман с ДТК вместе комплект будет весить как из ультра без ДТК. И у нас SL7 под 338 калибр весит 591 грамм. Это SL7i облегченная. 300 и 338. То есть это самая тяжелая в линейке. У нас в всех калибрах АС Ультра. По поводу фиксации. У многих возникают вопросы, как правильно его зафиксировать. Итак, начнем по порядку. Сначала на ствол устанавливаем гайку. Гайку лучше поставить на фиксатор резьбы. Эти гайки продаются отдельно. Они универсальные. То есть на них можно перекручивать ДТК. То есть, например, можно взять несколько карабинов. На них накрутить такие гайки. С разной резьбой. И иметь один ДТК, который переставляет там. Ну, не знаю. Наверное, это будет не очень удобно. Но такая унификация возможна. То есть, или, например, вы купили там марксман с ДТК комплект. Потом поменяли винтовку на какую-то другую. Хотите его оставить себе. Докупается такая гайка. Ну вот. И ДТК устанавливается на нее. Например, вот эта гайка с резьбой 18 на 1,5. Редкая резьба. Довольно. Вот здесь у нас 5,8 на 24. Есть 3,25 на 24. Есть 18 на 1. То есть, полный ассортимент таких гаек возможен. То есть, на любое оружие можно установить. Вот. Гайку установили на фиксатор резьбы. Протянули. Вот. Далее мы на нее накручиваем наш ДТК. Видим, да? Как он у нас накручивается. То есть, накручиваем на гайку ДТК. Позиционируем, чтобы жабры были горизонтально. Вот. И потом ответной частью, вот этой гаечкой, мы контрим его в том положении. Так. Сейчас еще уточню, что надо его закрутить до конца. Мы закручиваем его до самого конца. Вот. До конца закрутили. Потом открутили еще не раз. Позиционировали, чтобы жабры были горизонтально. Вот. Потом вот этой гайке мы его контрим в том положении, в котором нужно его зафиксировать. Затягиваем ключом, который идет в комплекте. Ключ заходит в пазы. Вот. И подтягиваем. Контрим, как нам нужно. Чтобы все это зафиксировать, можно ключом вот за эти плоскости удерживать ДТК от проворота, чтобы законтрить, как нам это нужно. Чтобы. Были случаи, когда люди думали, что вот эта гайка нужна для того, чтобы законтрить гайку белую на стволе. То есть, типа она накручивается у нас на ствол. И потом эта гайка контрится. Это ошибочное суждение. Вот. Эта гайка нужна для того, чтобы законтрить ДТК в нужном нам положении. Вот. отставка ДТК законтрили. Поверх него накручиваем марксман и пристреливаем эрзот. Еще попросили меня, ребята, сравнить проходное отверстие у разных калибров марксмана. Итак, сейчас мы пойдем от меньшего. Марксман ПРС. Калибр 6,5. Отверстие в жабрах у нас 7,75. Вот. Возможно, что отверстие в банке другое. Ну, как будет. 6,5 марксман у нас обычный, без жабер. Да. Тоже сравним. Дальше у нас марксман 30-го калибра. 8,89. Потому что примерно чуть больше миллиметра отверстия. 7,62, 8,89. То есть можно его вполне использовать на наших 7,62х54 и 7,62х39. Итак, у нас ПРС 30-го калибра 8,89. 8,89. 8,89. 8,89. 8,89. 8,89. То есть примерно почти 9 миллиметров. И 338-го калибра марксман. был вопрос возможно ли использовать марксман прс 6.5 калибра на 7 на калибре 7 миллиметров я думаю что во первых я думаю допустимо такое использование разница миллиметра у нас остается вот в крайнем случае так как у нас изделия полностью из нержавейки соответственно я думаю можно токарных условиях разверткой уменьшить увеличить отверстие там на две три десятки и тогда продолжить его использование ну а так я бы не носил никаких изменений на семерки использовал бы в таком виде вот если заглянуть вовнутрь мы видим там асимметричные конусы среза чем-то напоминает там отек smg который все очень хорошо зарекомендовал пресс у нас немного отличается у пресса вот здесь в первой камере как такой конус а дальше дальше идут похоже тоже асимметричные такие же ступенчатые переходы так что вот такие изделия доступны заказу с любой резьбой любым калибром практически в любом количестве вот единственное что при заказе больших количеств нужно будет подождать партию завод европе не очень быстро делает видимо без наших заказов довольно загружен что рекомендую попробовать данные изделия те кто уже пользуются присылают положительные отзывы все эти изделия можно найти в telegram на нашей группе оружейная барахолка жерва группа большая уже больше десяти тысяч пользователей из них там где-то 9000 зарегистрированные постоянно в сети около полторы-две тысячи пользователей мониторит эту группу в ней продаем покупаем обмениваемся всякими полезными изделиями все в рамках законодательства российской федерации закон лучше не нарушать спасибо за внимание на связи